Здравствуйте, друзья! Скоро Рождество, еще раньше наступит Новый год, и у многих из нас возникает вопрос о том, что же подарить, чем порадовать наших близких, родных, любимых. И первое, что я вам посоветую, не забудьте подарить Евангелие человеку, у которого его нет, потому что это Слово Божие, Слово Жизни Вечной, это книга самая необходимая, самая насущная для любого верующего человека. Библия или Евангелие, можно подарить и хорошие молитвослов, хорошего издания, полный, достаточно хорошего полиграфического качества, и это тоже будет востребовано. Для женщин, которые занимаются рукоделем, я посоветую своим мужьям связать вот такую постилочку на сиденье в автомобиль, потому что утром, когда садишься в холодный с ночи зимний остуженный автомобиль, то попы в сиденье не прогреешь. И отсюда возникают всякие заболевания, люди застуживаются, поясницы у них потом болят. Это бывает тоже очень приятно для мужчины, когда о нем дорогая любимая женщина позаботится, или вот такой свяжет подстилочку, или вот такую подушечку сошьет тоже на сиденье. Особенно для тех автомобилей, которые не очень дорогие, и там подогрева сиденья не предусмотрено. Но даже если и есть подогрев, то ведь проходит несколько минут, пока сиденье нагреется, а вот эта постилочка, она будет как раз вот в этот момент, в эти минуты будет весьма уместна. Для тех, у кого есть средства, я посоветую подарить своим мужчинам вот такие кейсы у нас есть в продаже, с наборами инструментов, различные гаечные ключи. Ну в жизни гаечный ключ всегда какой-то нужен бывает, хоть раз в году, но любому мужчине требуется отвертка, молоток, гаечный ключ, или что-то из инструментов. И вот такой набор инструментов, вот такой набор порадует любому мужчину, который когда-то чем-то занимается, работает своими руками. Конечно, такой подарок дорогой, и не всякий может раскошелиться на такой набор, поэтому существуют наборы попроще, подешевле. Например, вот эта отвертка со сменными наконечниками. Здесь есть наконечники для отвертки, для шлицов, шлицов различных. А вот здесь вот набор таких вставочек для гаек, накидные гаечные ключи маленькие. Есть вот такой наборчик мини, микроотверточек, для самых маленьких шлицов, даже вплоть до того, что можно винтик на очках подкрутить. Вот бывает нужно, а нет. И люди как-то там ножом колупают. А вот такой наборчик недорогой, и будет востребовано. Любому человеку всегда пригодится фонарь. Этот фонарь налобный тем хорош. Многие сейчас фонари себе не покупают, потому что в мобилках, в смартфонах есть хороший светильничек. Но там, когда ты пользуешься таким фонарем, у тебя рука занята. А с этим фонарем можно работать. Вот, я думаю, не только мужчинам, но и многим женщинам понравится такой подарок, когда ей приходится вечером идти по темным переулкам. Вот такие коробочки тоже мне нравятся. Для всякой мелочевки, видите, с отделением. Там гаечки можно хранить, сверла, шурупчики, лампочки маленькие, хомутики, предохранители. Если недорогой подарок, в то же время любому мужчине пригодится, да и женщине пригодится. Потому что там нужны и пуговички, храните иголочки. Для женщин также будет востребовано, если им подарить, всякие кухонные прихватки. Хорошо, если бы это было в одной гамме с какими-то полотенчиками. Бывают такие наборы продаются. И я думаю, любая женщина с радостью воспримет такой подарок. Кроме того, мне кажется, любая женщина будет в восторге от хорошего полотенца, с какого-то хорошего качества и хорошей расцветки. Может быть, даже если получится вам угадать, то и банного халатика. Он хорош тем, что там не обязательно его примерять и знать размеры очень точно. Ибо халат есть халат. Здесь главное угадать, как говорится, с цветом и с расцветкой. Чтобы порадовать вашу дорогую любимую женщину. Любому человеку в жизни когда-то бывает нужен термос. Вот термос бывает разный по качеству. Я знаю, хорошая есть фирма германская, это тонко. Они просто дороговатые. Но зато по многу часов держат горячую температуру. Любому человеку, любому семье иногда бывает и стационарно нужен фонарь, потому что иногда свет отключают. Иногда где-то бывает для автомобилистов это нужно в походах. Вот такие подарки вы можете приобрести, приготовить. Это то, что я вам хочу сегодня посоветовать. Потому что дарить подарки, это значит человеку принесить радость, позитив, проявить любовь в этом. Это очень хорошо. Это и по-христиански, это и вообще по-нашему, по-человечески. Иногда люди задаются вопросом, мне такое приходилось слышать. А хорошо ли, когда мы дарим детям подарки от имени Николая Чудотворца или от имени Деда Мороза? Потому что в этом как бы ложь есть. Но я вот что вам скажу, дарить подарки хорошо всегда. А поскольку ребенок воспитывается, растет в игре, в мире фантазий, и в его жизни сказка занимает вполне законное место, сказки мы рассказываем, то и сказочные персонажи, и сказочные события, всякие утренники, все это допустимо, все это позволительно. И если вы подарите ребенку от имени мифического Деда Мороза подарок, никакого греха в этом не вижу, а от имени Николая Чудотворца еще и лучше, это как-то будет еще, знаете, и напоминать о том, сколько много добрых дел делал Николай Чудотворец, то я думаю, это не будет ни грехом, и это вполне будет уместно. Радуйте своих близких, дарите им подарки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова